В столице России, Москве, 20 часов 5 минут. Прошел ровно год с момента вступления России во Всемирную торговую организацию. Между тем, эксперты, еще до того, как Россия вступила в ВТО, начали спорить и продолжают спорить над тем, какие плюсы и минусы может дать, а на данный момент дало нам членство в этой организации. Судя по ценам в продуктовых магазинах, отечественные производители чувствуют себя не очень хорошо. Что будет дальше? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. Добрый вечер. Хочу сразу представить и наших гостей, которые тоже находятся в нашей студии, с которыми мы будем обсуждать эту проблему. Это Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы России. Здравствуйте. Добрый вечер. И Павел Николаевич Грудинин, директор одного из самых успешных сельхозпредприятий, которые сохранились, не побоюсь этого слова, в Московской области, совхоза имени Ленина. Добрый вечер, Павел Николаевич. Сразу же я назову телефон, по которому можно звонить в нашу студию и задавать любые вопросы мне и нашим гостям. Это 6510996, код города 495. Итак, мы начинаем. Евгений, ну начну, наверное, с вас. Скажите мне, вот как, по вашему мнению, вступление России в ВТО – это благо для России или, наоборот, удар по нашим интересам? И что мы получили после вступления в эту организацию? Я вообще хотел бы, как юрист в том числе, четко определиться с терминами. Давайте. Подписание документов, завершающие процесс вступления в ВТО. Есть принципиальная разница. Вообще принципиальная. Ну, например, мы без всяких договоров или соглашений с ВТО и с другими странами открыли свой рынок с момента указа Ельцина о свободе торговли больше 20 лет назад. С этого момента уровень импортных товаров – наш рынок, а ВТО – это обмен рынками. Да-да-да, я понимаю. Да, уровень импортных товаров в России в сферах приблизительно составляет более 50%. Без всякого вступления. То есть, условно говоря, мы открыли рынок, а потом договаривались о том, как его открыть. Ну, если грубо сказать. А после того, как мы закончили подписание всех этих документов, 50% или больше стало импортных товаров? Импортные товары, они сейчас стабилизировались, но я думаю, что будут расти. Ну, хорошо, идем дальше. Второе. 8 лет, как мы изменили законодательство, мы поменяли около 50 законов до подписания документов о вступлении в ВТО на условиях ВТО. То есть, на тех условиях, которые нам сказали иностранные советники, они приехали и под предлогом ВТО сказали, поменяйте тут, 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 тут. И таких тут, тут было 50 законов. Понятно, да? Документы еще не подписаны, законы уже поменены и вступили в законную силу на территории Российской Федерации. То есть, вопрос заключается в том, юридически. Мы подписали документы о вступлении в ВТО действительно год назад. Мы на себя не брали обязательств по снижению тарифов и важных пошлин. Подожди секунду. Поэтому мы так или иначе защищали свой рынок важными пошлинами и как-то пытались на это реагировать. А теперь мы на все... Нет, секунду. А теперь мы взяли на себя главное обязательство снизить пошлины так, чтобы свой рынок не защищать. Мало того, мы еще на себя взяли обязательство ограничить меры поддержки. Окончательное обязательство. Согласен. Мы подписали это все. Подписали. Значит, у нас два варианта. Либо мы не выполняем то, что подписали, либо мы, к сожалению, наносим удар собственному производителю. А третий варианта нет? Подожди, а третий варианта нет? Нету. А может, дайте мне слово? Сейчас, сейчас, Евгений, да. Да, Павел Николаевич, да. Ну, надо понять, что когда один из министров, или замминистров экономики при вступлении в ВТО, его спросили там бизнес-сообщество, скажите, вы считали, кому будет выгодно вступление в ВТО? Какой отрасли? Так, так, так. И он не смог ответить. Теперь через год ясно, что выгодно только одним. Сетевым магазинам, ритейлу и больше никому. То есть, тем структурам, которые занимаются реализацией импортных товаров. Все. Потрясающая история. Но от этого цена в магазинах не уменьшилась, хотя покупания не стали дешевле. Даже, скажем, наоборот. Да, увеличилась. То есть, у них маржа выросла, больше ничего. И поэтому, на сегодняшний день, вот через год, можно сказать, что самые печальные прогнозы тех, кто говорил, что в ВТО мы вступаем неготовыми. Значит, не готовы им ни в нормативной базе, ни в подготовке переговорщиков, ни в усилении своих промышленных и сельхозпредприятий. Это все подтвердилось. Действительно, мы получили такой удар, двойной удар. Еще таможенный союз для сельского хозяйства, ну и для всех остальных. И еще плюс удар, скажем так, ВТО. И мы с этим ударом не справляемся. И поэтому вчера у вас господин Улюкаев рассказал, что у вас теперь ВВП. Государственный дом. Да, 1,4%. Мы там думали о 7-10, когда-то за 10 лет в 2 раза, в 10 раз увеличивающем ВВП. И все. И остановились на том, что мы уже катимся назад. Потому что если бы не цена на нефть, мы бы уже катились назад. Но это в том числе последствия вступления в ВТО. Об этом не надо забывать. Евгений, вот вы мне объясните. Третий вариант. Да, третий вариант обязательно, но вот сразу еще такой вопрос. Вы мне объясните, почему, когда мы, ну вот даже лично с вами говорили год назад еще, да, о том, что нас ждет после вступления в ВТО, нам говорили, в том числе и вы, что уменьшатся цены за счет того, что будет очень много товаров, в том числе европейских импортных товаров, уменьшатся цены на наших прилавках, что нам, обычным людям, будет от этого только хорошо и так далее, и так далее. В итоге мы наблюдаем совершенно обратное. Цены не уменьшились, цены увеличились. Наши производители говорят о том, что их просто убивают, они открытым текстом об этом говорят. Собирается убивать. Убивают в следующем году. Не, не секунду, не убили. Говорят, что уже убивают. С свиноводами, поговорите. Уже убивают. Свинина, да совершенно верно, свиноводы. Вы мне можете объяснить, что произошло? Потому что пошли трехкратно падают в следующем году, не в этом. Не, 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 в следующем. Что произошло, Евгений, почему такой обратный эффект? Смотрите, ну, во-первых, обратный эффект будет в следующем году, еще раз говорю. То есть будет еще хуже, да? Конечно, сегодня статистически ситуация осталась как была. За год она не изменилась. Ну, там какие-то нюансы, но не изменилась. Ну, обнулили пошлины по живку, это понятно. Следующий год трехкратное падение пошлины. Вот в следующий год будет проблемный. Значит, теперь суть. Вот мы с вами сейчас смотрим типа ВТО, а как бы вроде других вопросов вокруг нету. Затем секунду, давайте про ВТО сначала. Я очень внимательно. Вы говорите, что в прошлом году, в следующем году? Я очень внимательно вас слушаю. Уже сейчас кредиты не дают по одной простой причине. Ну, что же вы перебиваете? Считаю вступлением в ВТО и с таможенными пошлины. Ну, все. Давайте мы договоримся. Продолжайте, продолжайте. Продолжайте, хорошо, продолжайте. Так вот, значит, теперь ВТО нельзя отрывать от всего остального экономической и вообще в целом политики. Нельзя отрывать. Понятно, что если вы никак не будете реагировать на жизнь, вы умрете, как бы что бы ни происходило. Так вот, посмотрим, что вокруг. Действительно, что такое заключение соглашения по ВТО окончательно? Это равенство в торговле. Абсолютно согласен. А где у нас вторая часть равенства? ВТО же это равенство? Стран. Где у нас равенство в области инвестиций? Где у нас эти 4% годовых в среднем по бизнесу? Почему они у нас 20? Евгений, вы сейчас у меня об этом спрашиваете. Я у вас спрашиваю. Где у нас равенство по типу экономики? Почему у нас правительство в три раза ниже, чем, например, в Германии? Не потому, что у нас в три раза дурачее люди, а потому, что у нас тип экономики таков. ВТО, несмотря на требования Путина его изменить уже 8 лет, он требует этого каждый месяц. Что у нас тип экономики не современный, он говорит, не инновационный, сериевой. Отсюда пройдет инструмент в три раза ниже. Где у нас правовые условия? Это все вещи, которые решаются очень быстро. Евгений, ответьте мне сейчас коротко на такой простой вопрос. То, что мы вступили в ВТО, это хорошо для нас или плохо? То, что мы вступили в ВТО... Из того, что вы только что говорили, я понимаю, что это просто катастрофа. То, что мы вступили в ВТО, это плохо, а то, что подписали соглашение, хорошо. Значит, давайте про ВТО. Павел Николаевич. Да, давайте так. Поменялся с 1 сентября генеральный директор этого ВТО, который сказал, что хватит, надо договариваться. С 2001 года развивающие страны не могут договориться с Европейским Союзом и США по основным вопросам. Потому что, что такое ВТО? ВТО это навязанные правила США и Евросоюзом, но больше США. Принцип у них такой. США говорит, делайте, как мы говорим, но не делайте, как мы делаем. Они не отказываются вообще от поддержки сельского хозяйства, от защиты собственных рынков. И правила ВТО не соблюдают. Но в силу сильного, пришедшего первым ВТО, они выбили себе лучшие условия, которые не хотят отдавать. И в результате 13 лет все это ВТО, так называемое, не договаривается, не может договориться. Поэтому этот вот генеральный директор заявил, что, вы знаете, вообще-то ВТО это плохая организация. Он сам сказал. Если мы в ближайшее время не договоримся, эту организацию нужно уже похерить, грубо говоря. Но мы вступаем в это ВТО по одной простой причине. У нас какие-то политические были обязательства. Обязательства. Указания, обязательства. Потому что с точки зрения вступления страны, то мы не готовы к вступлению в ВТО. И если взять Южную Корею, то она сначала 10 лет готовилась, наращивала свое производство, делала его конкурентоспособным. А потом уже, когда избыток продукции возник, она входила. И Китай, который вначале принял все необходимые меры для того, чтобы как-то поддержать своего отечественного производителя, поставил еще специальные условия перед вступлением в ВТО, понимая, что таким образом китайский рынок может быть привлекательным для всех, в том числе и для Европы, и для США. Но они изначально обговорили условия, которые защищали их людей. Вы не поверите, Россия тоже пыталась 20 лет готовиться, извините, ничего не получилось, не смогла. Россия не готовилась вообще. Евгений, 18 лет мы стучались в эти двери. 18 лет высшие руководители страны говорили, что ВТО это наше все, что нам это жизненно необходимо. В итоге мы вступаем в ВТО, а вы сейчас депутат Государственной Думы говорите, что это для нас катастрофа, потому что мы не имеем того, что мы выполнили чьи-то указания, вступая в эту организацию. Роман, еще раз говорю, параллельно, ну не 18 лет меньше, руководство страны высшее требовало решить те проблемы, о которых я говорил. Путин открыто требовал снизить процентные ставки Центрального банка многократно. Центральный банк не подчиняется президенту. Не подчиняется. И экономика в целом тоже. Да не надо говорить глупости. Требовал или нет? Требовал? Ну давайте так. Требовал? Слушайте, он мог встать перед деревом и что-то требовал. Вы сейчас употребили слово говорить глупость. Он требовал? Нет, никогда не требовал. Требовал многократно, показать вам в выписке? Абсолютно. Многократно требовал. Так, то, что говорится, на самом деле, особенно на семнение Госдумы, И истина — это совершенно две большие разницы. Потому что если человек, который им обладает неограниченной властью, что-то требует, то обычно, когда он имеет эту власть, ему это дают. — Значит, проблема у него нет власти? — Нет. У него есть другое. У него двойные стандарты. Потому что тот же Владимир Владимирович Путин, если вам память не изменяет, за два года до вступления в ВТО говорил, что мы никогда не вступим в ВТО, только вместе с таможенным союзом. И говорил, что Казахстан — Белоруссия, и мы вместе вступим. Но потом вдруг изменил свою позицию. — Да-да-да, был коллективный такой вариант. — Причем изменил ее кардинально. И вошел... — Секундочку. — Чего? — В каком смысле изменил позицию? Вообще-то, когда мы вступили в ВТО, был Дмитрий Анатольевич Медведев президент. — Нет, секунду, подождите. — И мы говорили... — Вы только не надо... — Не, мы говорили о том, что мы пойдем в ВТО, но пойдем все вместе, вместе с Белоруссией и с Казахстаном. — Только добавляйте, это была позиция Путина, которая не была реализована. — Подождите, ну давайте так. Ну не надо говорить то, что знают все на жизнь. — Ну потому что все прекрасно знают, кто командовал стороной в тот момент, когда Дмитрий Анатольевич Медведев... — Женщик, все прекрасно знают, кто командовал стороной. — Я не знаю. — Вы сейчас знаете, что вы говорите? Вот смотрите, я даже привстал, вы видите? Вы сейчас говорите следующее, что Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом Российской Федерации, а просто-напросто, ну скажем так, пошел против Владимира Владимировича Путина, который был премьер-министром Российской Федерации, и сделал это сознательно... — И не послал своего министра на... — По указанию кого-то. Я правильно понимаю вас? — Вам перечислить, сколько невыполненных указаний Путина с фундаментального важнейшего характера было как бы невыполнено за последние 10 лет? — Главная проблема России. Знаете, какая? Царь великий, он самый лучший, но, видите, у него там холопы такие, то есть бояре такие. — Мы с вами реально смотрим на ситуацию? — Мы реально смотрим на ситуацию и знаем прекрасно. — В таком случае, как же вы реально смотрите на ситуацию, если я вот такого рода разговоры слышу уже 20 лет, и каждый год все хуже, хуже, хуже в плане стратегических решений? — Вам надо понять, что все стратегические решения принимаются в стране одним человеком, который может ошибаться. — Евгений, а вы говорите, что этот человек принимает эти решения, но другой человек, не менее великий, да, Дмитрий Анатольевич? — Не один, а многие. — Многие даже. Они просто саботируют решение Владимира Владимировича. — Вопрос, у нас осталось 20 секунд до рекламы, я хочу последнее у вас спросить, Евгений. Скажите мне, пожалуйста, а сейчас, когда Владимир Владимирович Путин, являясь президентом Российской Федерации, отдает какие-то распоряжения, Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр России, тоже саботирует это? — Нет, только плохо выполняет. — Не-не, Евгений, Евгений. — Я могу формально смотреть, сколько Владимир Владимирович объявил выговоров министров за прямой саботаж. Были факты? Были. Факты налицо. — Все, ответ принят, сейчас мы уходим на рекламу. — Еще раз добрый вечер, это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян, и сегодня мы говорим с нашими гостями, а это Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, и Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. Мы говорим сегодня о ВТО, вернее, пытаемся понять, спустя год после того, как мы присоединились к Всемирной торговой организации, что мы получили взамен, и пытаемся понять, это благо для России, вступление в ВТО, или же это большая проблема или катастрофа. — Еще раз телефон в нашу студию, 6510996, код города 495, вы можете позвонить, задать любые вопросы мне и моим гостям. — Павел Николаевич, вот смотрите, такие данные социологических опросов, значит, в ЦИОМ провел опрос, значит, об отношении граждан нашей страны к тому, что Россия является членом ВТО. — Результаты такие, почти половина опрошенных, 45% у половины опрошенных нет мнения, хорошо это или плохо, то, что мы вступили в ВТО. — Вот мне показалось это странным. — Я считаю, что это не странно. — Как вы думаете, почему? Они просто не знают, что это такое, наши люди? — Это всероссийское театральное общество ВТО, они, значит, думают, что, скорее всего, это там. — Нет, на самом деле, действительно, вот если взять проблемы людей, то они никак не связывают вступление в ВТО с проблемами, которые они видят каждый день. — Они не видят связи никакой? — Вообще абсолютно никакой. И на самом деле, Евгений в чем прав, в том, что это, конечно, не первая десятка проблем, которые есть в России, которые мешают нам развиваться. Это одна из причин, почему промышленность и сельское хозяйство находятся в стагнации, но это не главная причина. Поэтому, ну, что там, скажем так, для них это так же далеко, как, я не знаю, там, как наше участие в совбезе ООН, например, да. Тем более, что сама организация ВТО, если честно, находится в глубоком кризисе. А потом есть такая вещь, мы всегда сможем, как, ну, по крайней мере, в сельском хозяйстве, защитить себя и свои рынки за счет двух человек. Это Онищенко и Данкверт. То есть, когда вдруг, знаете, как, вот захотели в молдавском вине что-то найти и нашли, там, мандарины абхазские вдруг сначала не понравились, потом понравились. Грузинское вино или, там, украинское, там, сало. — Да-да-да, я понимаю. — И поэтому... — Ну, с Европой такие трюки проходят? — Проходят, видите, все проходит. Торговые войны, причем они везде есть и всегда. А с нашим нигилизмом к законам, в том числе и к международным, мы спокойно обойдемся. И другое дело, что, понимаете, как промышленник или сельхозработник, или руководитель сельхозпредприятия должен наценивать все риски. И когда ты приходишь в банк и говоришь, дайте мне кредит, они говорят, ты в ВТО же вошел, да? То есть, мы вошли в ВТО. — Да-да-да. — И теперь у тебя конкретное преимущество хуже или там... — Значительно. — Да. Значит, если там кредит дают по 2% годовых на 40 лет, и там поддержка государства, там, сельского хозяйства, там, 600 евро на гектар, то, скорее всего, ты не уйдешь в конкуренции с западным фермером. Поэтому, скорее всего, мы тебе кредит не дадим, потому что ты проиграешь. — То есть, вообще не дадим или дадим все-таки под бешеный процент? — Не дадим. — Не дадим вообще, да? — Нет, нет, нет. — Вы можешь взять под 25% или по 15%. — Я понимаю, Павел Николаевич, ну вот смотрите, а вот перед тем, как мы вступили в ВТО, наши власти говорили о том, что они будут оказывать поддержку нашим производителям. В первую очередь, речь шла как раз про тех, кто занят в сельском хозяйстве. — Ну, обманули, Роман. — Не поддерживают. — Нет, не то, что не поддерживают, вообще хуже стало. Дело в том, что когда вступали в ВТО, вот если взять сельское хозяйство, говорили, что поддержка будет в районе 9 миллиардов. — О миллиардах, совершенно верно. — Да, долларов причем. — Да, шла речь. — Как было 4,5 написано в бюджете и там в программе, так оно и есть. Но хуже стало с чем? Меньше стало денег доходить крестьянам. Потому что, если вот Евгений слышал там выступление в Госдуме, выясняется, что теперь порядок субсидирования другой, и он гораздо хуже, и деньги не доходят. И на самом деле ситуация с финансированием из госсектора, из государственных бюджетов сельского хозяйства ухудшилась в разы. Мало того, ведь мы же взяли на себя обязательства вступления в ВТО, а вот, например, солярка у нас подорожала так, что уже дороже, чем в Америке. Электричество мы дороже, чем в Европе покупаем. При всех, при тех разговорах, что, ребят, мы в ВТО вступим, мы конкуренцию будем, значит, вот эти вот административные препоны, о которых мы говорили год назад, они что, уменьшились, что ли? — Их никто не собирался решать. — Чиновников увеличилось, количество их зарплат увеличилось, количество откатов увеличилось, коррупция стала больше, и поэтому никто и не собирался в условиях ВТО менять государственную службу. А главное ведь, конкуренция вообще в государстве, прежде всего, с аппаратом начинается. Но я, кстати, у вас на программе когда-то говорил год назад, что мы будем принимать решения, ну, там залило где-то Амурскую область, да, мы будем принимать решения гораздо дольше, чем принимают те же европейцы или американцы. Поэтому мы в любом случае конкурентную борьбу проиграем не за счет того, что мы плохо работаем или там менее модернизированы, а за счет того, что у нас чиновник будет, ну, я пример такой приводил. — Конечно, он думает, что он живет в другой стране, и он не должен помогать ни фермеру, ни промышленному предприятию, он вообще ничего не должен никому, кроме того, что ему должны зарплаты уплатить. И поэтому они не патриотичны и очень медленно и плохо принимают решения. Поэтому, скорее всего, в это мы проиграем даже не потому, что мы не модернизировались, а потому что у нас чиновники в 10 раз дольше принимают решения. И принимают их хуже не в интересах предприятия. — Евгений, а вот такой вопрос вам. Вот смотрите, агропромышленный комплекс — это государство, образующее отрасль. Это продовольственная безопасность, одно из основных звеньев продовольственной безопасности России. Согласны же, да? Теперь смотрите, что у нас происходит. У нас, вы говорите, 50% импортных товаров, я думаю, что больше. — Стало, нет, больше 50% стало до ВТО. — Да-да-да, хорошо. — До подписания документов. — Вот такое огромное число импортных товаров. У нас даже картошка в магазине и то, какая угодно. Израильская, Аргентинская, откуда мы только ее не везем, да? А цены выше. Вот я просто не понимаю, откровенно. Мы сами себе враги, что ли? — Нет, подождите, Роман, а вы историю знаете? — Не, не хочу историю. Я к вам как депутату государственного думают. — Я вам как депутата отвечаю. Вы историю мира знаете? — Историю мира. — Вы знаете, что основные войны велись за рынки? — Да. — Из-за территории. — Из-за территории тоже. Но основные колониальные войны велись за рынки, за доступ на рынок. — С кем мы сейчас воюем? — Подождите. — Кто нас завоевывает? — Вы к этому? — Я заканчиваю, да? — Мы сдались. — Мы в 91-м году проиграли войну и сдали свой рынок. Это политическое решение. Это не решение умных людей, которые сидят в правительстве. — В 91-м кому мы проиграли? — Соединенных Штатах, с которыми мы воевали в 45-м, 91-м годах, которые, собственно, и управляют процессами, включая... — Холодная война, вы имеете в виду? — Она называется «холодная», но, извините, в ней погибли миллионы людей. — Хорошо. — Хотите называть войну с миллионами погибших «холодной»? — Проиграли, хорошо. — Проиграли, платите. — Проиграли, платите. — В 91-м или в 2012-м? — В 2012-м. — Вы мне скажите, Евгений, какая связь между тем, что мы проиграли холодную войну американцам и тем, что у нас картошка из Израиля стоит дороже, чем наша картошка из Подмосковья? — Объясняю. — А какая связь между тем, что у нас клубника, там, я не знаю, откуда привозят к нам клубнику? — Из Польши и Турции. — Из Польши и Турции она невкусная, но при этом она дороже, чем наша. — Потому что правила, по которым мы живем, и это предусмотрено стратегические правила Конституции, производятся извне, победителям. И он рассматривает Российскую Федерацию в статусе вспомогательной для себя вопросов. То есть он рассматривает Россию как поставщиков ресурса, ученых, детей, специалистов, денег, дани. — Евгений Васильевич. — А здесь рассматривает, ну подожди, доступ на рынок. Вот хотело ли правительство помочь российскому производству и сельскому хозяйству? Да, хотело и обещало. — 9 миллиардов. — При подписании ВТО, помните, пообещало. — Да, да. — 8, по-моему. 8 или 9, что-то такое. — 9 миллиардов долларов. — Роман, а вы знаете, что потом произошло? — Что произошло? — Как неожиданная вещь. — Приехал МВФ и объявило, увеличиваем выплаты из вашего бюджета в наши бюджеты через биржу путем формирования бюджетного правила в размере 20%. 10% в прошлом году и 10% в этом. И все. И деньги, которые планировали с правительственным МВТО, оказались в бюджете США и Европы по прямому указанию МВФ. — Слушайте, ну, вы же депутат Госдумы. — Это факт. — Ну давайте так, вы сейчас рассказываете о том, что в России нет суверенитета. — Да. — Что депутаты Госдумы, это агенты капитализма мирового, которые голосуют по указке МВФ, которые принимают бюджет по указке МВФ. Не надо глупостей, пожалуйста. — Подожди. — Вы мне скажите, это МВФ приехала и сказала, что у вас будет министр обороны воровать, а вы потом возьмите его и посадите под домашний арест его подружку. — Это что МВФ сказала, что вы будете строить, например, стадион в Зените за 40 миллионов миллиардов долларов. Это МВФ вам сказала, что вы будете вместо того, чтобы поднимать промышленность, будете АТС строить, а потом будете строить Сочи, а потом начнете строить эти объекты спортивные к 2018 году. Это все МВФ вам говорит, что вы не перестанете деньги давать. — Вы вопрос задали? — Нет, я вам просто говорил другое. — Нет, потому что вы задали вопрос или это было выступление? — Еще раз, не надо рассказывать, что нет суверенитета. — То есть вы ответа не хотите. — Сейчас я дам возможность ответить, Евгений. — У нас на самом деле есть суверенитет, но, к сожалению, нам нужно понять, что патриотами должны быть те, которые думают прежде всего о стране, а не о том, как набить караманы своим друзьям и себе личным. Вот тогда, может быть, у нас что-то изменится, потому что у нас действительно богатая сторона. У нас огромное количество ресурсов, которые мы правильно должны продавать, но деньги, проданные от ресурсов, должны поступать в госказну и не храниться там за границей под 0,35% годовых. — Вот это очень интересный момент, Евгений, обязательно дам возможность вам ответить на это, на все. У нас просто звонки наших слушателей, Алексей, мы вас слушаем, добрый вечер. — Добрый вечер. — То есть нельзя ответить? — Можно сейчас ответить. — Да, слушаем, Алексей. — Да, добрый вечер еще раз. — Слушаю, получаю большое удовольствие, так сказать, от того, что вы говорите, потому что мысли какие-то сопричастные к тому, о чем сейчас идет разговор. Мне было удивительно, когда, так сказать, вот этот молодой человек, я имею в виду Медведев, в голубом галстуке, так сказать, в новостях, так сказать, с наобыченным видом торжественно объявляет, что наконец мы добились ВТО, то, когда 60% бюджета, в чем тоже официально пополняется за счет продажи сырьевых ресурсов, о какой торговле можно говорить, если нам торговать-то нам, так сказать, нечего. То есть наше качество товаров, наш ассортимент, он совершенно не готов и не нужен, так сказать, на том рынке, куда мы вошли. — И об этом эксперты тоже говорили еще перед вступлением в ВТО. — Да, все поняли. — Зачем нам их рынки и что мы хотим туда привезти? — Да, это эксперт. — Да, да, да. — Значит, ну, если, значит, это не проходит, я думаю, вот сейчас тоже вы сказали. По поводу 45%, которые не понимают, зачем мы тогда вступали, да, они не в той категории, так сказать, людей проводили этот опрос. Мне кажется, если наша страна, Россия, Медония, занимает первое место по количеству миллиардеров, надо было проводить опросы социально среди миллиардеров и миллионеров. То есть те, которые уже имеют, так сказать, там свои деньги, и которым, конечно, это ВТО нужно для того, чтобы можно более спокойно перекачивать деньги, так сказать, отсюда туда и, соответственно, создавать там себе состояние. То есть вот в этой категории, так сказать, мне кажется, нам было бы более правильно. — Понятно, Алексей, понятно, понятно, мы вас поняли. — А так я буду продолжать с удовольствием слушать вашу передачу, так сказать, потому что вот то, что говорит якобы ваш оппонент, депутат, в общем, сказать, ну, бледно, бледно, надо посильнее. — Сейчас дадим ему возможность, да, выступить сильнее. Евгений, мы вас слушаем. У нас еще два звонка, отвечайте на вопрос, который Павел Николаевич вам задал, я выведу еще звонки. — А очередь. Судебная система, согласно официальной позиции Конституционного суда, подчиняется зарубежному управлению. Он официально, Конституционный суд, это подтвердил своими решениями принятие к рассмотрению ряда вопросов. Это, если вы это не знали, почитайте. — Не-не, ничего. Коррупция. Извините меня, когда 100 тысяч коррупционеров живет в Лондоне и поливали они на российскую правоохранительную систему, потому что половина из них прямое получает прикрытие и убежище, понятно, что она запущена оттуда. И вообще суть любого колониального статуса — это принятие стратегических решений другой страной. То есть правил. Те правила, по которым мы живем, в России организованы таким образом, что продвижение наверх только из числа коррупционеров. Вы не можете, не будучи коррупционером, в России занять вообще ни одной должности некоторых должностей, ни одного человека. То есть вы бы расширяете из коррупционеров. — Должность депутата Государственной Думы можно занять? Я так просто сразу. — Должность Государственной Думы относится к другой системе. — Не-не-не-не. — О чем подтвердила... Вы серьезно к вопросам подходите, а не болтовня. О чем подтвердила прокуратура, кстати, когда изучала вопросы, связанные с иностранными агентами в связи с принятием закона об иностранных агентах. О чем она и доложила в Совете Федерации. Кстати, там же она сказала, что агенты, в том числе и во власти. Это я тоже к слову вам... — Это прокуратура сказала? — Генеральный прокурор в Совете Федерации в Санкт-Петербурге. — Агенты во власти. Агенты в смысле люди, которые работают... — Используя какие-то зарубежные деньги, финансирование. Или агенты — это в самом плохом смысле. — Нет. Дело в том, что агентов в России, по российским законам, написанным иностранным государством, кстати, тоже, не является наказуемым деянием. Вот шпион наказуем, а агентство — не наказуем. Я вам объясняю, что статус России стандартный. Стандартный, как статус любой колонии, то есть проигравшей страны, имеющей внешнее управление. Вы мне вместо этого сейчас пытаетесь доказать, что в России просто живут дураки. И вот вы такой умный, 20 лет этим дуракам говорите, как надо жить. Они идиоты во власти. Никак не поймут, как. Они не дураки, они слабаки, либо агенты. Потому что таков статус страны. И вы говорить можете еще 100 лет об этом. Пока не решите проблему суверенитета. Евгений, быстренько, пожалуйста, еще звонок нашего слушателя. Ну, вопрос вот такой вот, прям не могу не задать его. Вы говорите о том, что у нас страна наводнена агентами, что они проводят явно линию какую-то, которая бьет по нашим национальным интересам. И при этом президент Владимир Путин сталкивается с саботированием и пытается переломить эту ситуацию, но ему мешают. Вот о чем вы говорите. Вы мне скажите, неужели действительно у президента, если он понимает, как обстоят дела, нет какого-то ресурса силового для того, чтобы очистить наше политическое пространство от людей, которые имеют возможность принимать решения, но при этом принимают решения, наносящие удар по нашим интересам. А что такое должность президента? Это конкретная должность, определенная законами и конституцией. Ее полномочия, это не вообще, не царь и бог, это конкретное должностное лицо. Подобно тому, как депутат, глава компании, у него полномочия прописаны в Конституции. Что вы говорите? Да, не слыхали? Так вот в Конституции объем полномочий... А суд независим. Объем полномочий президента привязан к решениям предыдущих лиц. Это означает, что он в конце цепочки принятия решений. То есть приняли решения кто-то, например, депутаты, ну, условно. Написали закон, проголосовали. Президент обязан его подписать. Мало того, Конституция... Что вы говорите? Он вето не может писать? Мало того, Конституция предусматривает случай, может, ну, в случае нарушения процедуры принятия закона либо противоречия другому законодательству, а не просто так. Мало того, он может, он обязан подписать... Я цитирую Конституцию. Закон в том случае, если он против этого закона... Или написать мотивированное вето. Ну, давайте так честно. Считайте до конца закон, который вы... Наши слушатели сейчас очень много нового для себя узнают, потому что они думали, что как раз ровно наоборот, что все, что скажет президент, дума проголосует. Вот они вот так вот думали. А что в Конституции не написано принцип разделения власти? Мы-то вообще-то говорили о том, что президентские решения не выполняются в самом начале передачи. Это слушателям будет понятно теперь, почему они просто так их не выполняют. Потому что так... Кова процедура? Эта процедура прописана в Конституции. Хорошо, все понятно. А сама должность президента вообще иностранная, терминологически должность. Не забывайте об этом. Ну, хорошо. Еще звонок у нас, Павел Николаевич. И будем потом спорить дальше с Евгением. Еще звонок. Ярослав, добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос очень короткий. Да. Скажите, пожалуйста, сколько юристов было подготовлено для отстаивания интересов наших бизнесменов в темнорной торговой организации при подготовке ВТО? И есть ли сейчас хоть какое-нибудь учебное заведение в нашей стране, которое готовит подобных специалистов? Спасибо. Тут у нас был в январе... Нет, в феврале этого года форум. Павел Николаевич, 20 секунд у нас буквально. Форум, который Греф попенял двум министрам о том, что вообще вы не знаете правила ВТО, министры российского правительства не знают. А что касается... То Китай готовил три института специалистов, готовил два года для того, чтобы вступить в ВТО. Мы никто никогда никого не готовил. У нас переговорщики, которые, скажем так, за них стыдно бывает при переговорах. У нас сейчас рекламная пауза, вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это программа «Искусство возможного», радиостанция «Финам-ФМ». Мы говорим сегодня о членстве России в ВТО, пытаемся понять, что это для России, плюс или минус. Но у нас такой интересный разговор сейчас получается, что мы от темы ВТО все время уходим на тему российского суверенитета. Говорим мы с нашими гостями. У нас в студии Евгений Федоров, депутат Государственной Думы России и Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. Павел Николаевич, да, теперь можете дальше спорить. Я не согласен с Евгением в том смысле, что у нас какая-то теория Загорова. Оказывается, у нас царь все знает, но ничего сделать не может, потому что бояре, которых в том числе он назначил, тех, которые, когда он лидером партии был отправил в Госдуму, они все засланы из Запада агенты, которые мешают нашему любимому президенту сделать так, что котик отведет нас в Митин, а он нас не везет, потому что, видите, все мешает ему кто-то. На самом деле, мне кажется, совершенно другое. Мы принимаем заведомо ложные решения, потому что изначально мы стоим на других позициях. На позициях того, что мы всем продадим эту нефть и газ, и будет у нас хорошо. И все равно мы сделаем все, чтобы у нас в Митин все было хорошо, в торговом центре все было. Вот-вот-вот, Евгений, вот смотрите, когда мы говорили о том, что мы вступаем в ВТО, помимо того, мы говорили тогда, что помимо того, что их товары попадут на наш рынок, чему они, конечно, очень рады, мы говорили о том, что и наши товары получат возможность оказаться на их рынке. Я тогда спрашиваю у очень многих экспертов, перечислите мне эти товары, которые мы будем продавать на том рынке. Нефть мы продаем, газ мы продаем успешно, там еще какие-то там вещи. Ну, металл начали продавать, сейчас хуже стало. Ну, вот какие-то вещи мы и так удачно реализовываем на этом рынке, они и так все это покупают. Зачем нам какое-то ВТО для того, чтобы что-то продавать, если нам нечего продавать, кроме того, что у нас и так продается. Вот объясните мне. Подождите, подождите. Давайте подожду. Если мы будем нормально производить товары, исходя из стандартных для, допустим, европейских стран, там, Германии, Франции, условий экономики, то есть изменим тип экономики, мы будем продавать все. Вот вспомните, что продавал, что удачно получалось у Советского Союза. Авиация, каждый третий самолет. Помните? Было? Было. Космос. Каждый второй запуск. Было? Было. То есть, вот, по сути, мой коллега, подождите, я не прервал. Давайте дальше. По сути, мой коллега говорит, вот за 20 лет в России до такой степени поглупели, что этого ничего больше производить не могут. Могут. Я еще раз вам говорю, это не вопрос глупости правительства или министров, вот в отличие от вас, вот они такие глупые. Павел Николаевич не говорил, что мы поглупели. Он говорил о том, что мы умные, но у нас нет возможности для того, чтобы что-то произвести. Возможности нет по двух случаях. Нет, нет, подожди, может у нас правительство поглупело, а люди остались теми же? Либо правительство поглупело, либо нету сил и прав делать то, что мы делали 20 лет назад. Либо по вашей версии это называется суверенитетом. Евгений, вы говорите, что правительство не поглупело, правительство просто освободирует решение президента. Объясняю. Роман, оно стало, скажем так, агентами западных спецслужб и капитализма? Не спецслужб. Просто правительство и вообще, скажем так, власть по конституции 93-го года работает на иностранную систему управления в области стратегии. Вот и все. Как в любой колонии. У нас звонок. Без исключения. Исключение нет одного. Правительство работает, вы только вдумайтесь, друзья, правительство работает на кого угодно, кроме нашей собственной страны, нашего собственного народа. У нас звонок, Денис, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотел бы высказаться в поддержку Евгения, а то как-то вы меня набросились на самом деле. Мы набросились на Евгения. Мы Евгения нежно любим, это я вам по секрету говорю. Мы просто пытаемся понять, что он имеет в виду. Да, слушаем дальше. Ну, на мой взгляд, как бы он имеет в виду примерно следующую ситуацию. У нас действительно колониальный режим. И проблема в том, что у нас отсутствует элита, точка зрения элит. То есть в каждом государстве есть элиты, там на завтра есть элиты, которые сидят там давно, давно заработали денег, давно как бы вырубили правила игры определенные. И, соответственно, алгоритм решения вопросов в глобальном счете у них есть. Поэтому на любые наши какие-то изобретения, когда система сложна, и мы в ней, скажем так, присутствуем как некий фигмент, всегда найдется, грубо говоря, если игру кто-то придумал другой, то в этой игре мы всегда будем в проигрыше. В связи с этим получается так. Если деньги у элит находятся там, например, арабская весна, вот как бы такой показательный, ему барак 30 лет сидел, отжимал население, накопил 70 миллиардов, ему барак, где его 70 миллиардов. Вот этого осознания у наших элит, к сожалению, нет. Как правильно Евгений замечает, если они сидят в Лондоне, зарабатывают деньги здесь, живут они там, учатся дети их там. Соответственно, они играют по полу той элиты, которая на территории, которая не находится. Соответственно, они также точно выполняют функционал тот, который здесь есть. То есть играют по правилам в Запад. Все понятно. Понятно, Денис. Денис, я ничего не понял, честно. Денис, получается так, что страны, например, социалистического лагеря, такие как Польша и все остальные, тоже у них вроде как ситуация изменилась кардинально после 1991 года, и они тоже свои элиты отправили куда-то в Лондон, или у них другая система сработала, система так называемой демократии. Разделение властей, свободы прессы. Если ты украл и сразу стало известно, тебя посадят обязательно, они дадут тебе домашний арест с возможностью потом выкрутиться. Может быть, все-таки там работают демократические механизмы, а у нас они не совсем работают. Отвечайте, Евгений. Евгений, вы из какой партии, скажите мне? Отвечаю. Из какой вы партии? Из Единой России. Вот и все. Отвечать можно? Да, отвечать. Отвечать, Евгений. Отвечать. В Польше, если человек украл, его сажают в тюрьму, потому что Польша, конечно, вассал, тоже понятно, да? Потому что в Польше не рассматривают задачу в конкурентной борьбе ее убрать, уничтожить, задавить в силу ее малого размера истории. Она скорее неинтересна и не опасна. Нефти нет, газа нет, ничего нет. В России, если человек украл, его автоматически, гарантированно разместят в Лондоне, прикроют и обеспечат. В этом разница. Кого вы имеете в виду? Эта разница называется конкурентная борьба. Чиновников? Мы вообще для чего это говорим? Я пытаюсь вам вот о чем сказать. И, кстати, элит, правильно наш зритель, слушатель сказал, элит в России вообще нет. Колония такого уровня, как мы, там, второго, третьего, ее запрещено иметь национальные элиты в области бизнеса. Да глупости. Нет ни одного олигарха в России в национальной юрисдикции. Все, Гибралтар, Кипр, Лондон, Нью-Йорк и так далее. Ни одного. Мы проверяли. Так это экономические условия созданы в нашей стране. Эти условия не вы создавали АВФ. Я вам еще раз. Я понимаю, я понимаю. Скажите мне... И, кстати, как во всех колониях. И, теперь, ничего. Мне наивному человеку, объясните, пожалуйста. Сейчас закончите. Нельзя, допустим, вот вам, как депутату Государственной Думы, как представителю одной из ветвей власти, объединиться с кем-то, провести какую-то работу и добиться каких-то жестких решений в отношении вот этих вот людей, про которых вы только что говорили, которые разворовывают и сами все это раз и быстренько в другую юрисдикцию. Мы действуем в том порядке, который, кстати, по этому прокуратура изучала, но он законен, что системы политических партий интегрированы в иностранную систему управления как система. То есть этот спектакль изначально был так придуман 91-го года. То есть такой театральный спектакль, в котором вот должны между собой спорить, но суть при этом решение Думы принимает, но не готовит. То есть механизм подготовки, как прокуратура показала, и агентов, он находится в системе грантополучателей. Штаб находится в другом месте. Грантополучатели. И это предусмотрено государство. Теперь я вообще не об этом. Я почему об этом говорю? Потому что от этого зависит метод решения проблемы. Вот мой коллега, фактически, метод решения по такой. Вы там поумнеете в правительстве, и мы будем жить хорошо. Вы в Думе поумнеете. Что вы в правительстве? Хорошо, в Думе поумнеете, и вы будем жить хорошо. Начните писать законы сами, а то у вас там кто-то сидит и пишет за вас. Я отвечаю, историческом ключе, если вы принимаете линию, любая колония освобождается не потому, что там поумнели, а потому что запускает процесс национально-освободительного движения. У нас он начался, этот процесс? Сотни тысяч людей в России отлично знают то, о чем я говорю, и борются за свободу своей страны. Ближайшее мероприятие, где будут участвовать 200 городов, послезавтра, 21 числа, в Москве, на Новопушкинской сфере в 16. Что там за дело? Люди во главе с Путиным бьются за свободу своей родины, как их деды и прадеды. С кем бьются? Огромное количество людей не понимают вообще, в чем суть происходящего. С кем бьются-то? Как с кем? В внешнем системе управления. То есть с олигархами? За освобождение своей родины. Вот и все. Хорошо. Как их деды и прадеды. А с кем боролся ваш деды? Хорошо. Андрей, добрый вечер, малосушие. С оккупанцами. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, оба участвующих в дискуссии, уважаемых оппонента, они, в общем, говорят, в том, что в разной степени, скажем так, глубины вопроса понимания. Потому что, разумеется, сейчас весь мир, собственно, во всю, ну, практически любую страну даже возьмите, даже такую, как Китай, и я даже уверен, такую закрытую, например, как Иран, там, разумеется, есть агенты глобального бизнеса. Это не агенты, как таковые Америки или там, НАТО, или каких-то... А какой-то такой глобальной системы. Глобальный бизнес. Он руководит, управляет мировыми процессами, экономическими, политическими. И очень трудно ему сопротивляться, разумеется. И, конечно, поскольку все это было сформулировано в Вашингтонском консенсусе, там, по-моему, в 89-м году, и до сих пор мир вот не может прийти в себя от этого влияния. Кризис помогает, конечно, освобождаться от этого влияния, но это процесс долгий. Поэтому, когда вот уважаемый, собственно, оппонент говорит о том, что якобы все в наших руках, и вы в Думе, там, вот так, и вы можете принять... Да, это Павел Николаевич Грудинин, да. Они абсолютно несамостоятельные, это надо понимать. И правительство несамостоятельное. Да? Да что ж такое? Правильно человек занимает процесс... Значит, я хочу... Вы запомнили... Вы посмотрите, что сделали с Аргентиной в 92-м году. Вы просто посмотрите, там проводили реформы. Там были демократические институты. Аргентина — это демократическая страна с хорошими традициями. Ну и что? Ее растоптали экономически просто. Выпотрошили, как, я не знаю, как куклу. Я помню, помните, я был как раз в Буэнс-Айресе через несколько лет, буквально, собственно, ходы этих реформ, действительно, был кошмар. Знаете, если кто-то рассказывает долго, скажу только одно. С таким настроением вам, слава, не продать. На самом деле тут... С таким настроением у нас есть технология решения. Мы вообще можем все бросить, да, и ничего не делать. Не надо ничего бросать. Надо бороться за свободу своей Родины, как ваш дед. Оказывается, что бы мы с вами не делали... Неправда. ...это все равно... У вашего деда получилось? А? У вашего деда получилось освободить Родину? Да, ничего у вас не получилось. В 45-м. У вашего деда получилось? Каком? В 45-м году освободить Родину. Не получилось? Нет. А что же вы не брал Берлин? Глобальные... Причем глобальные... Все захватили глобальные американцы. Я не глобальный американец, а конкретная страна, с которой мы конкретно воевали и которой конкретно проиграли и в соответствии со стандартами... Кому проиграли-то? США. Соединенные Штаты. История. Мы стали колонией. Стандарт, но... Значит, смотрите. Такая цитата. Збигня Бзижинский в своей книге «Выбор, мировое господство или глобальное лидерство» — это название книги, говорит следующее. «ВТО — очень удобный инструмент для осуществления замыслов Соединенных Штатов Америки». Вот, например, еще одна цитата. «ВТО голос Соединенных Штатов слышен громче всего о тех, кто утверждает, что ВТО создает равные условия для конкуренции просто наивные чудаки. Над которыми можно только посмеяться». То есть он открытым текстом, в принципе, и говорит, что... И после этого Госдума, и в том числе Евгений, проголосовали за то, чтобы противоречить. Вот это противоречие и меня удивляет. У нас еще один звонок. Иван, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. У меня вопрос к депутату Федорову. Да, мы слушаем. Если Россия является колонией США, зачем она создает таможенный союз и тянет все остальные страны под себя? Не лучше ли им сразу становиться колонией США без никаких посредников? Зачем им посредничество? Расскажите. Все понятно, да, Евгений. Пожалуйста, отвечайте. У нас шесть минут, еще звонок у нас есть. Я хочу просто максимально успеть послушать наших слушателей. Стандартная историческая ситуация. Рабы всегда борются, и колонии борются за освобождение. Не у всех получается. Вон, Болгария 500 лет боролась. Борются. Это форма борьбы. В том числе создание таможенного союза. В том числе работа в БРИКС, которую ведет Путин. В том числе попытка замена доллара в системе. Это все формы борьбы. Не обязательно удачные. Потому что, вот как наши деды, они боролись за свободу с твоей стороны. Не всегда удачные. До Сталинграда отступили в процессе борьбы. Но потом победили. Никогда не надо бросать свою родину. Надо понимать реальные факты. Не придумывай себе новую жизнь, уважаемый коллега. А реальные факты понимать. Исторически так было всегда. Никогда не было такого, чтобы страны радостные цветочками друг другу дарились. Всегда конкурировали. Вы вернували за ВТО. Скажите, почему? Всегда. Потому что получили указания. Вы агент глобального капиталитета. От кого вы получили указания, Евгений? Вы получили указания от кого-то? Нет. У нас технологически фракции выдают специальные такие листочки, где сказано, как голосовать. Ну, прекрасно. У вас мозгов своих нет, вам выдали листочки. Кто вам выдал листочки? Вы в работе своей выполняете указания? Еще одна интересная деталь. Как итог нашей сегодняшней беседы. Слушаем Михаила. Михаил, добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер. Я хотел поблагодарить Евгения. С ним, конечно, каждая передача – это просто праздник. И у меня одна реплика и вопрос. Реплика касается общего настроения господ конспирологов, которые верят в управление. Мне интересно, чем они пробовали управлять в своей жизни. Чтобы так думать, что мировая за кулисой руководит российским правительством и всем остальным. Мне кажется, самоправительство. Это раз, да. И вопрос. Просто мало времени у нас очень. Да, да. Простите. Ну, очевидная глупость, она очень тяжело поддается опровержению фактами. Но она также тяжело и фактами доказывается. Евгений, а вот можно назвать фактически имена этих агентов самых-самых высокопоставленных? Или вам страшно? Не, Евгений же называл, причем в самом начале нашей беседы. Фамилию не называл. Нет, ну, конкретно. Кто уж значит называл? Имя, фамилия. Прокурор, генеральный прокурор, часть людей. Потому что агента, то, что прокурор доказал, он часть людей назвал. Каких? Если мы говорим системно, я вам скажу, что приблизительно грантополучателей в российской власти около 100 тысяч, больше 100 тысяч. А имя самого высокопоставленного врага, чтобы его ненавидеть. И с ним бороться. У вас неправильный вопрос. Евгений, Евгений, мне кажется, вы начинаете выкручиваться. Я не хочу ссориться с министрами. Понятно. Не, ну, подождите. Слушатель сказал, или имя, или вы боитесь. Я не боюсь, я просто не хочу ссориться с министрами. Это первый момент. Второй момент. Вообще-то говоря, в принципе, нельзя занять высокую должность, не пройдя контроль со стороны внешних сил. В принципе. Мы уходим от вопроса, это вы уже говорили. Я понимаю. То есть именно мы не услышим. Второй момент. Вот если бы мы сейчас, допустим, поставили нагласание, можно было бы поставить вопрос так. Вы считаете, что в российской власти дураки, или вы считаете, что в российской власти слабаки? В этом расхождение вещей. И я говорю не о вещах, которые конспирологи, я говорю о стандартной исторической ситуации. Вы поставите вопрос по-другому. А что вы считаете, что в российской власти взяточники? И посмотрите, какой будет ответ. Я вам скажу, что есть должности, на которых невзяточник в принципе не может быть назначен. Исходя из системы. Вы поймите другую систему. Система, к сожалению... Вот, например, представьте, что в МР крупного города. Нет, подождите. Я говорю о другом. Вам надо избирательную кампанию проводить. Вы слышали, что вы о таком правлении, как лептократия. Это когда власть воров. Когда все пришли, и друг другу руку моют, и в результате получается такая система... Это форма колониального... Нет, нет, нет. Вы считаете, что этих воров кто-то поставил, и к лептократию кто-то у нас ввел. Я пытаюсь вас перевести на язык науки исторической. О-о-о. Вот когда Гитлер на оккупированной территории назначал бургомистров, естественно, он назначал не лучших людей в моральном смысле. Так кто назначал нашего бургомистра, скажите мне? Какого именно? Любого. Какого бургомистра назначает он, а знаете? У нас вся система власти связана с внешним управлением. Нет, секунду. У нас назначают. Имя одно назовите какое-нибудь, чтобы наши слушатели знали. Суков, например, достаточно высокопоставленный. Так он же не во власть. Поэтому и называю. Достаточно высокопоставленный. То есть был бы... Распадай, еще можно вмешаться одним вопросом? Я думаю, что вопросом нет, потому что у меня осталось всего-навсего полторы минуты. Извините, да. Но, в принципе, вы, наверное, поняли позицию, Евгений. Да, спасибо, Евгений. Спасибо. Спасибо. Я что хочу сказать, друзья. Вот это, конечно, все здорово. Мы начали про ВТО и плавно перешли на суверенитет. Я, Евгений, считаю так. Я не знаю, кто отдает эти команды. Я знаю другое. Я знаю, что по всем абсолютно показателям вступление в ВТО нам оказалось невыгодным. Нам говорили, что все подешевеет, у нас все выросло. Нам говорили, что машины элементарно упадут в цене, они у нас опять выросли в цене. Продукты выросли в цене. Кто принимает эти решения? Людям очень сложно понять, что кто-то там где-то далеко за океаном отдает нам эти команды. Люди знают, что у нас есть собственные люди, за которых мы голосовали. Они называются депутаты. Знают, что у нас есть человек, за которого мы все пришли, проголосовали. Он называется президент. И если вы считаете, что президенту не дают реализовать что-то, то тогда создавайте свою партию, выводите людей на эти митинги, объясняйте, называйте имена. И не только тех, которых уже нет во власти, а тех, которые есть во власти. И ведите за собой колонны. Для того, чтобы это действительно было похоже на национально-освободительное движение, если мы говорим об этом. Вот надо действовать именно так, а иначе никто ничего не пойдет. Все, встречаемся через неделю. Спасибо.